Мы прекрасно знаем, что в Москве очень высок уровень заболеваний дыхательных путей, онкологических заболеваний, и обрекать москвичей на новые страдания не хотелось бы. Нас беспокоит и то, что история с Химкимским лесом вызывает просто сломанные судьбы, нападения на людей. Вспомним драматическую историю Михаила Бекетова, который писал о трагедии Химкинского леса. Его неоднократно запугивали, затем подожгли машину, затем жестоко избили, и до сих пор человек находится в крайне тяжелом состоянии, у него ампутирована нога, пальцы на руке, уже никогда, к сожалению, не вернется речь, то есть это инвалид первой группы в крайне тяжелом состоянии. На днях, как мне стало известно, было совершено и нападение на Евгению Чирикову, который является инициатором группы психоэкологов. Неизвестный ударил ее, а затем попытался наехать на нее на джипе. Было подано соответствующее заявление в милицию, ведется проверка. Я вижу, что и сами экологи доведены до отчаяния. Они говорили мне, что в прошлом году обращались к министру природных ресурсов Трутневу, который был удивлен, почему трасса проходит через Химкинский лес, обещал провести проверку, но, к сожалению, результатов пока никто не видит. Экологи, в свою очередь, также допустили радикальные действия. Они подожгли трактор, что абсолютно недопустимо. Это тоже правонарушение, порча чужого имущества. Но проблема в том, что они пока не услышали никакой реакции власти. Ими подготовлено обращение в органы прокуратуры, уполномоченному по правам человека в городе Москве Александру Музыканскому, где они ставят несколько проблем. Во-первых, почему лесопарковая зона была переведена в объекты промышленного природопользования, видят здесь нарушения, спрашивают, почему постановление правительства Московской области было принято без согласований с правительством города Москвы. И в конце концов просят прокуратуру города Москвы обратиться в суд в целях защиты государственных интересов с заявлением о признании постановления правительства Московской области от 1 декабря 2009 года с целью отменить его, признать его недействительным. К сожалению, органы власти очень медленно реагируют на подобные заявления, что порождает и радикальные настроения экологов, недоумение в обществе, болезненную реакцию общественных организаций, вопросы со стороны СМИ. И если посмотреть в целом на проблему с нашими лесами, то создается какое-то просто критическое положение, потому что леса вырубаются абсолютно безнаказанно. Это и регионы Сибири, Дальнего Востока, где абсолютно без документов, абсолютно бесконтрольно вырубаются громадные массивы и вывозятся за рубеж. Это и уничтожение лесопарковых зон, заповедников, парков в наших городах, в регионах под коммерческие застройки, коттеджи. Посмотреть даже ту же самую Москву постоянно возникают проблемы с тем, что отрезают кусочки парков городских и строят коммерческое жилье. Недавно в усадьбе Архангельская была вырублена лесополоса под строительство электромагистрали. Если сравнивать с тем, что происходит за рубежом, как оберегаются лесонасаждения, ограждаются, устанавливаются крайне высокие штрафы за порчу, за вырубку, то у нас, похоже, наши лесные массивы, которыми мы гордились, о которых написано столько прекрасных произведений в русской литературе, сейчас просто подвержены варварскому уничтожению и разграблению. Так дальше продолжаться не может. И общественная палата анализирует полученные документы у экологов, взяли ситуацию под общественный контроль, выезжали помощники моего коллеги Сергея Риховского, юристы, адвокаты, консультировали экологов. И самое главное, мы призываем органы власти еще раз разобраться в постановлениях, еще раз признать вырубку Химкинского леса незаконной, сохранить этот лес и продолжить строительство трассы, минуя этот островок, действительно, который называют легкими Москвой.